Добрый день! Сегодня 8 октября 2024 года. У меня не только шум, океан, но и детские счастливые голоса. Простите, пожалуйста, у меня балкон открыт. Я в отпуске. Я живу в этом штате. Нам всего 4 часа до этого места. Я наслаждаюсь хорошей погодой, чего и всем нам желаю, несмотря на то, что война продолжается. Я сегодня читаю очередную часть тех писем, которые Леночка собрала и у себя где-то опубликовала текстом, а мне разрешила прочесть их голосом. Сегодня у нас 15 марта 2022 года. Каждую ночь я просыпаюсь в тот момент, когда начинают выть серены в Днепре над домом моей мамы. Поэтому я не скрываю балкон. Вот пусть детские счастливые голоса, которые там плюхаются в воду и визжат от счастья, пусть они у нас будут фоном, а не вой сирен. Прошлая ночь в начале третьего, до этого в половине третьего, а еще до этого в половине четвертого, снотворное не помогает. Просыпаюсь и молюсь Богородице, чтобы она, мать всех людей на земле, помогла выжить своим чадом. Моя мама знает, что теперь ее письма читает и делает перепосты много моих друзей и друзья друзей. Добрый день. Идет 19-й день войны в Украине. Половина ночи была спокойная. В 2 часа ночи прогремели два взрыва и гол пролетающих над нами самолетов. Утром узнали, что расисты разрушили полностью наш аэропорт. Мы живем недалеко от аэропорта. И взрывы были очень сильные. Вместо аэропорта остались грубо сломанного бетона. А мне сразу вспомнилась ситуация про мой родной город. Я родилась в Омской области и большую часть своей жизни прожила в городе Омске. Там старый аэропорт. И еще до моего отъезда, то есть более 20 лет тому назад, они стали строить новый аэропорт за чертой города, недалеко от поселка, который назывался Красная Горка, и в которой жили и до сих пор живут мои друзья и мои кумовья. Петровна, крестная мать моей дочери. И я знала о том, что начали строить этот аэропорт, и начали они его строить со взлетной полосы. То есть взлетная полоса была построена 20 лет плюс тому назад. Аэропорт до сих пор не построили. Уже и взлетная полоса проросла травою, аэропорта так и не построили. Оказывается, строить это вам не разрушать. Дайте лучше у соседей поразрушим то, что они уже построили. Логика в чем? Улучшайте свою страну. Они подремонтировали старенький аэропорт, облицовочку сделали европейскими материалами и дальше послужат. А новое так и не смогли построить. Зато смогли разрушить, превратив в груду бетона аэропорт у соседей. Какие герои? Взлетные полосы теперь это руины. Ну свои не можем же нормально положить. Я вспомнила, как мы, живя в оккупацию немцев, моя мама с нами, двумя маленькими детьми и с бабулей, со своими сестрами и детьми жили рядом с военным аэродромом. Когда были бомбежки, мы прятались в погребах. Когда один раз не успели спрятаться, бомбежка застала нас в домике. Мама спряталась. Дяде Саше тогда было 7 лет. Мне 2,5 года. Я не понимала опасности. Вырвалась с маминых рук и отбежала, чтобы видеть окно. Бомба разорвалась недалеко от нашего дома. Взрывной волны, это я так думаю, разлетелось окно, а осколок стекла попал мне в лоб над правым виском. Я залилась кровью. Вас тогда могло убить. То есть смотрите, над правым виском. Мама бросилась ко мне, куда и страх ее подевался. Ой, мамы на своем материнском инстинкте могут поднять огромные тяжести, чтобы спасти ребенка. То ли от того, что всю жизнь мама постоянно вспоминала это, то ли моя детская память запомнила это. Но я до сих пор помню с правой стороны маленькое окошко, а с левой стороны в уголке за плитой спряталась мама с моим старшим братом. До сих пор у меня есть этот шрам. Я вам рассказывала об этом. А теперь опять война. И опять я живу около аэропорта. Тех родственников и их детей, всего нас было человек 15, с кем тогда мы прятались по погребам, уже почти никого нет. Живы только я и тетя Галя, бабушки Маши дочь. С тетей Галей мы встречались в прошлом году, в мае месяце, на родительский день. Андрей Заяц возил нас на своей машине с нашего родительского дома при Вовчанку. Я себе думаю, немцы меня не убили. Я выжила, и мне уже 81 год. А что будет с моими детьми и внуками? Почему теперь на нашу землю пришли наши братья русские, чтобы уничтожать нас? Что мои родители или я, или мое поколение сделало не так? Для того, чтобы убивать людей, оказывается, не надо ничего не так сделать. Надо просто не подчиниться воле одного идиота. Пусть ищет призрачных бандерцев. Зачем убивать стариков, женщин и детей? Зачем разрушать все то, что мы построили? Вот я про это же. Стройте свое. Делайте так, чтобы люди хотели жить с вами дружно. Или переезжать на вашу территорию, поднимать вашу экономику. Сделайте хорошие школы, больницы, дороги, аэропорты. Развивайте науку, технологию. Строите заводы. Делайте хорошие зарплаты своему народу, чтобы соседи говорили, зачем же мы от них отсоединились? У них-то лучше. Давайте будем присоединяться. И войны не надо, и бомбить не надо. Но в своей стране не хотят ничего строить. А разрушить у соседей? Да за милую душу. Зачем разрушать все то, что мы построили? Рашисты разрушают наши города. Уже более двух с половиной лет. Сегодня Харьков бомбардировали 65 раз. Разрушали гражданские здания. Сейчас разрушено 600 жилых домов. Фюрер Кутлетт мстит первой столице Украины за то, что отказалась на предложение сотрудничать с новой властью. Причем первоначально они говорили, ой, в Харькове русскоговорящих принижают. Не так к ним относятся. А разрушить самый русский город на Украине, ну нормально. Пришли спасать русскоговорящих. Поубивали, поразрушили. Сегодня обстреляли Киев. Взорвали и горят много жилых домов. Один из них 16-этажный. Очень много жертв. Их вытягивают из-под обломков. По-прежнему страдает город Мариуполь. Без еды, воды, тепла, электроэнергии. Гуманитарная помощь стоит в Бердянске уже четвертый день. Не может 100 километров добраться до Мариуполя, так как расисты обстреливают зеленые коридоры. Вчера 600, а сегодня 2000 частных легковых машин выехали с Мариуполя по зеленому коридору. Дай бог, чтобы люди доехали и спаслись. Из выкраденного мэра Мариуполя вывезли в Луганскую область. Собираются готовить фейк для российского телевидения. Рашистов их начальство перевели на самоокупаемость. То есть узаконили мародерство. Рашисты голодные и злые. Добрыми становятся, когда попадают в плен. Мы выживаем, ведь добро всегда побеждает. Слава непокоренной Украине, мама. Господи, спаси мою родину. Героям слава. И я с удовольствием пишу вам эту фразу. Героям слава, потому что я на самом деле уверена в том, что если бы украинский народ не вел себя так героически, не встал на защиту своей родины, потому что весь мир был уверен, что и президент убежит, и предоставляли ему самолет для того, чтобы он это сделал. И народ покорится, но они же сильнее, они же крупнее. Ну чего мы? А вот два с половиной года сопротивляется страна. Причем сопротивляется в условиях, когда зачастую воевать нечем. Полгода из Америки не поступало оружие, а все равно воюет. И я знаю, что земля горела бы под этими захватчиками, даже если бы ему удалось захватить. И подумаешь, а где резон? Зачем захватывать те территории, где народ никогда не покорится? Никогда не покорится. Я примеряю это на себя и думаю, если бы, не дай бог, из моей семьи хоть с кого-то бы волосинка упала, из-за того, что кто-то решил покорять мою страну, я бы весь остаток жизни положила только на то, чтобы под ними горела земля. И таких, как я, большинство в Украине. Вы про это думали или не думали? А потом, во сколько эта война обходится? Совсем недавно КАЦ выдал цифру, во сколько обходится один день войны для России. Это при домах, в которых до сих пор отопление печное. В той стране он обходится, в которой фельдшерские пункты в деревнях позакрывали. Я ездила последний раз. У меня мама чуть на руках не умерла, потому что даже некуда позвонить, что приехали, помогли. Ближайшая помощь может прийти за 7 километров от ее проживания. Это не американские 7 километров. А пункт закрыли. А зачем в деревне медпункт? Ну зачем? Они же все здоровые. Лучше пойдем к соседей бомбить. Я хотела у КАЦа вырезать вот эту строчечку, а вчера или позавчера я послушала Орешкина-Шаблинским. Они тоже подтверждают эту цифру и проговаривают. Вот столько-то тратится на войну ежедневно. А на эти деньги могли бы существовать целые отдельные регионы. И не один день, а целый год. Я сейчас найду и сюда поставлю. Насчет войны. Ведь опубликован новый бюджет Российской Федерации. И там на войну намечено 13 с чем-то триллионов рублей. Ну если раньше я говорил, что 10 было там триллионов, это опять же официальные цифры, то значит почти триллионы в месяц на войну, то сейчас больше триллиона в месяц. Или если разделить на 365 дней, эти самые 13 с лишним триллионов, то получится. Я посчитал, 36,2 миллиарда в день. 36 миллиардов в день. 36,2 миллиарда в день. Это годовой бюджет Владивостока. Я читал про это. Это годовой бюджет Владивостока. Бог всем с Владивостоком. Это годовой бюджет Республики Алтай. Это больше годового бюджета Республики Карачаева-Черкесия. Это больше годового бюджета. Там где-то 27-28 миллиардов в год на всю Халмыкию, на всю Карачаево-Черкесию, на всю Индушетию, на весь Корный Алтай. Несколько субъектов Федерации порядка десятка на годовое свое существование получают столько же, сколько один день войны стоит. Вот об этом, мне кажется, стоит задуматься в терминах от того, кто у нас победитель и побеждает ли Россию матушка или, наоборот, проигрывает. А с вами была Галина Смис. Слава Украине! Героям слава! И ждем перемогу! Ждем им всячески, этому помогаем. Поддерживаем каждого человека, который находится на территории Украины. Кто как может. Поддерживаем словом, делом, денежкой, продуктами, гуманитарной помощью, кто чем может. Эти люди, каждый, должны ощущать, что адекватные люди их поддерживают.